Заработали новые системы весогабаритного контроля автотранспорта на пунктах Кемин и Сосновка. Каждый комплекс обошелся почти в полмиллиона евро. Сверхновая система исключает человеческий фактор. Сенсорные датчики помогут защитить республиканские дороги от износа, а Минтранс от коррупционных схем. Подробнее расскажет Алтенбек Таланбеков. В 2014 году Всемирный банк выделил Кыргызстану 45 миллионов долларов. Из них 8 миллионов 200 тысяч в виде гранта. На 978 тысяч евро грантовых средств было решено установить автоматическую систему весогабаритного контроля на постах Кемин и Сосновка. Тендер на поставку и монтаж систем Минтранс провел в конце 2015 года. В торгах участвовали китайская, российская и словацкая компании. Победителем стала словацкая «Бетамонт». Правоохранительные органы регулярно задерживают работников пунктов весогабаритного контроля при получении взяток за сокрытие перевеса и нарушение габаритных норм. Тяжелые большегрузы неизбежно приводят к образованию на дорогах ям, выбоин, трещин, колейности. Поэтому эффективные технологии защиты дорожного полотна всегда востребованы Минтрансом. Современная система весогабаритного контроля на постах Кемин и Сосновка позволяет взвешивать автотранспорт бесконтактно. Фиксируя нарушения в онлайн-режиме с распознаванием номерных знаков машин. Вот этот датчик значит, что он с примерной погрешенностью изменяет вес машины, которая давлена колесо. Приходит информация и вы видите там камеры. А вот импульс приходит, что начинается видеонаблюдение, снимается машина. Системы сейчас работают в тестовом режиме. Их перевод на обычный рабочий режим запланирован на конец февраля этого года. Если новая сверхсовременная система покажет себя с лучшей стороны, то возможно в скором времени на всех республиканских автодорогах установят сенсорные датчики весогабаритного контроля. Они фиксируют еще и скорость и госномер автомашины. Все данные будут храниться в Минтрансе. Человеческий фактор здесь полностью исключен. Терабайты информации будут храниться около 10 лет. Автоматические системы весогабаритного контроля целью сохранить автодороги давно установлены и работают. В Словакии, Швейцарии, Польше, Белоруссии, России и Казахстане. В Великобритании такая система уже который год обеспечивает защиту одного из старых мостов от перегруженного транспорта. Одну из крупных спецопераций провели в конце 2014 года оперативники 5-го управления МВД при сокрытии перевеса работниками пункта весогабаритного контроля, которые вымогали взятку. Тогда были задержаны сразу 4 человека – кассир-оператор и трое контролеров. Сейчас таких фактов стало меньше, но до сих пор не все водители соблюдают нормы весогабаритного контроля. В день через пункт весогабаритного контроля Кимин проезжает порядка 200 машин, из них 5-6 с перевесом, иногда доходит до 10. В этом году практически нет перегруженных авто. Каждый месяц мы перечисляем бюджету от 200 до 300 тысяч сомов. Штрафы водители оплачивают на месте за каждый километр по 20 сомов. Или мы составляем протокол на 10 тысяч сомов. Сокрытие настоящего веса и габаритов автотранспорта ведет к тому, что миллиарды денег, инвестированных в проекты по реконструкции дорожной инфраструктуры республики, идут мимо государственной казны. Алтамик Талампеков, Тимур Садогалеев, Общественный, Первый канал. Алтампеков, Тимур Садогалеев, Общественный, Первый канал.